Купальники категории экстра. Swimwear Angle называется данная позиция. Так, сплошной купальник. Тут только половина купальника, скажем так. Disney, детский купальник. Состояние хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Бирка срезана. Кстати, непарных, я думаю, будет очень много. Сегодня, кстати, это второй лот, другая позиция. Один мы уже снимали, там не было детских купальников. И там были, в принципе, одни комплекты. Это пока первый комплект, который нам попался. Марка Esprit. Здесь цена подешевле этого лота, но, скорее всего, не парных будет много. Размер 40-й указан, европейский. То есть купальник примерно 46-го российского размера. Еще один закрытый купальник. Вот здесь бирка. 42-й указан, европейский размер. То есть российский получается 48-й. Лот весит 15 килограмм. Думаю, тут вещей будет очень много, поэтому быстренько-быстренько все посмотрим. Состояние для экстра очень хорошее. Единственный момент, вы знаете, почему они дешевле? Потому что, видите, нет у них пар. Одинокие купальники на 10-12 лет, вот, например, здесь детские плавки на год-полтора года в отличном состоянии. Состояние нехорошее. Единственный момент, это будут они не комплектами. Скорее всего, вот этот косяк. Вот этот и комплект. Вот тоже одинокий, скажем, купальник. Это сплошной. Здесь у нас указан 38-й европейский размер. Видите, там много непарных. 14-й, это марка Mark Spencer, то есть 48-го российского размера. Закрытый купальник. Состояние хорошее, но купальники одинокие в основном. Адидас. Размеры далеко куда-то запрятаны. Поэтому, надеюсь, вы сами поймете, какие размеры. Но я где-то буду подсказывать, конечно. Скорее всего, это М-ка. Похожа на 46-й российский размер. Состояние, по крайней мере, хорошее. То есть вещи без видимого износа. Выцветших, выгоревших. Там, я не знаю. Хотя тяжело, наверное, купальник износить, да? Или это короткое? Хотя смотря где, конечно. Сплошных вот купальников закрытых тоже достаточно много. Близко у нас бирка, поэтому посмотрим размеры. Это Марко Беноттия 44-46. Указаны размеры. По идее, получается 50-52. А еще один закрытый купальник. Здесь у нас размер указан 38-й. То есть получается 44-й российский размер. Так, вот внутренность интересная, видите? Что-то как-то... Это так и должно быть, да? Я не знаю. Сомневаюсь. Еще один закрытый купальник. О, вот один комплект у нас, да? Парный получился здесь. Потому что до этого очень много было непарных. Тут придется фантазию включать и делать какие-то комплекты самим. Шап. То есть можно даже без сисек это одевать, мне кажется. Нормально будет смотреться. Так, детский купальник. Плавки. Состояние хорошее. У всех пока без нареканий, без замечаний. Состояние хорошее. То есть не пожелтело тут ничего. Сплошные вот закрытые купальники. 46-й указанный европейский размер. Получается российский 52-й. Так, еще один закрытый купальник. Тут половина или даже, наверное, больше половины закрытых. Размеры средние. Тут нормально. Помните, до этого у нас какой-то рван был. Получается, это брак. Размеры 42C, по-моему, написано. То есть 48-й должен быть размер. Состояние, да, поближе покажу. Купальник большого размера. Да, не парных много. Даже троечка, что ли, это я не знаю. Детские тоже встречаются в купальниках. Хотя их немного, но они все же есть. Так, вот комплект. Детские плавки. С черепами. Видим, что по кулу пугать. Так, комплект. Ну, комплектов мало, сами видите, да? Закрытый сплошной купальник большого размера. Сейчас, если берку найду, я нашел. Так, размер 42B. То есть, в принципе, получается 48-й. Размер, я думаю, побольше. Очень много таких вот закрытых. Напоминает скатерть. Так, еще один закрытый купальник. 18-й размер указан. Это соответствует 52-му российскому размеру. Но по состоянию замечаний нет. Размеры средние. Так, сильно больших нет. Разные есть размеры, на самом деле. Очень много сплошных купальников. И очень много непарных. Вот, если кому интересно, можете посмотреть другой лот. Там цена подороже, конечно, но там таких непарных практически нет очень мало. И закрытых сплошных купальников там тоже гораздо меньше. То есть, как альтернатива. Ну, по состоянию одинаковые. По качеству. И там, и там, без видимого износа. Единственное, отличаются они по наполнению. Вот, например, в хорошем состоянии. Купальник. Так, дырки нет. Но тут как минимум 48-й размер есть. Для заказа бронирования, пожалуйста, пишите, звоните Эльвире в комментариях к видеообзору. Есть ссылка на страничку ее ВКонтакте. И также номер вонца тоже указан. Да, вот закрытых сплошных очень много. Вообще купальник много в этих 15 килограммах. Со всех пляжей в Европу собрали, наверное. О, скоро заканчивается уже. Еще минут 5. Так, ага, вот так. Запутался немножко. Тоже вот, состояние хорошее, видите, да? А ничего не пожелтело. Не только снаружи, но и внутри тоже посмотрим. Вот их 5, нет. Детский купальник. С принцессой Эльзой, ее сестрой Анной. Вот детские купальники. Супермен, учится плавать. Тоже вот тут, как минимум, 48-й. Да, очень много сплошных закрытых купальников. Очень много. Думал, поменьше будет. Да, вот тут есть небольшое, по-моему, пятнышко. Чуть-чуть. Под определенным углом видно. Купальники, кстати, недорогие. Вот, потом мы, конечно, посчитаем. Не знаю, это сколько, какое количество. Думаю, себестоимость будет здесь недорогой. Интересно, модели попадаются. Так, 40-й указанный европейский размер. То есть, 46-й получается российский. Вот еще один детский напоследок. И вот, что осталось, последняя, скажем, последняя часть купальника. На этом все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...